Он принес славу своей стране в самых разных уголках планеты. Выступил на тысячах концертах вместе с именитыми молдавскими музыкантами, а в свои 68 лет оказался прикованным к постели, бедным и всеми забытым. Речь идет об Анатолии Усатым, бывшем трубаче национального академического ансабля народного танца «Жок». Сегодня музыкант живет на пенсию чуть более 2000 леев в аварийном доме, где вот-вот рухнет потолок. Бывшего музыканта Анатолия Усатого мы застали за чтением детективом. Он говорит, что теперь, когда прикован к постели, читает что угодно. Его инструмент, любимая труба, висит на стене, потому что из-за болезни, которой он страдает, маэстро больше не может играть. Вот этим пальцем я не могу двигать. Я играл на фортепиано и на трубе, всю жизнь проработал в государственной филармонии. Как долго вы там работали? 30 лет. Анатолий Усатый имеет богатый профессиональный опыт. С 1979 года и на протяжении 30 лет он работал трубачом в Национальном академическом ансамбле народного танца «Жок» и аккомпанировал известным молдавским исполнителем. Я выступал с Марией Биешу и Николаем Сулаком. Вы помните, сколько концертов у вас было? Их невозможно посчитать, сотни тысячи. Я сидел за столом с разными послами, главными министрами государств. Я сидел за столом с Фиделем Кастро. Маэстро говорит, что раньше он очень хорошо зарабатывал на концертах, но деньги, копившиеся для дочери, в одночасье обесценились. За каждый концерт нам платили минимум по 20 долларов тогда, когда здесь люди даже не знали, что такое доллары. Что я делал с деньгами? Копил в банке. На более чем 50 тысяч рублей я мог купить три машины и три квартиры. Я играл с деньгами. В один миг деньги изменили свою ценность. Я остался с пятью тысячами. Я обеднел в одну ночь и остался прикованным к земле. 6 июля Анатолию Усатому исполнилось 69 лет. К этому времени он не выступал уже 4 года. Из-за своей инвалидности ему ничего не остается, как восхищаться своим инструментом без коллег, без сцены и без зрителей. Субтитры создавал DimaTorzok